Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня у меня на обед будет такой не совсем обычный обед. Это будет мясо, картошка в горшочках. Но не подумайте, что в горшочках, это вот привыкли люди в керамических горшочках. У нас будет совсем других горшочках. А в каких горшочках, вы это сами увидите в процессе. Ну, я немножечко вас заинтриговала. Давайте я вас познакомлю с продуктами, которые нам понадобятся для этого. Итак, в первую очередь, это вот, смотрите, мука у меня приготовлена. Здесь у меня 300 граммов муки. 300 я, 300 сделала, да, потому что это... Дальше, вот здесь у меня 100 с небольшим миллиграммов воды. Просто простая вода. Далее у меня вот здесь вот сливочное масло. А у нас очень жарко, оно уже растопленное, так что мы его будем добавлять. У меня сливочного масла 30 граммов. Так, я вот сейчас перегружаю сюда муку и постараюсь замесить у вас на глазах. Так, теперь сюда же отправляем масло. Так, возьмем, ну, чуть-чуть соли, не буду сильно много. Чуть-чуть, это, ну, где-то чуть... Ну, да, пол чайной ложки. Вот так возьмем и сразу наливаю сюда вот эту всю воду. Замешиваю я тесто. Так, сразу руками начну замешивать. Не буду сегодня перчатки надевать. Долго, жарко очень. И поэтому вот таким образом. Замесим это тесто. И дадим этому тесту где-то минут 10 отдохнуть тоже. Больше сюда в тесто ничего не нужно. Когда, пока тесто будет отдыхать, я займусь начинкой. Вот, покажу. Ну, кое-что мы уже, конечно, нарезали, чтобы ваше драгоценное время не отнимать, не занимать. Тем более, многие подписчики иногда раздражаются, что мы много времени затрачиваем на приготовление, на шинковку, на нарезку. А другим нравится. Ну что, ладно. Будем стараться, ну... Компромисс. Да, идти на компромисс. Не очень утруждать их. Вот таким образом. Вот тесто уже приобретает нужную консистенцию. Так. Друзья, вот тесто мое, вот я домесила его. Я сейчас дам немножечко отдохнуть, а потом, снова, когда вернусь к этому тесту, мы еще немножко его домесим. Сейчас я его помещу в пакет, чтобы не заветрилось. Займемся начинкой. Итак, для начинки нам, в первую очередь, вы знаете, что нужно мясо. Мясо мы вот так кубиками нарезали, вот такими кубиками. Это у меня свинина. Здесь у меня мясо 250 граммов. 250 граммов. Больше не нужно. Теперь, сюда мне нужно картофель. Я тоже не стала заранее нарезать. Почему? Вы же знаете, что картофель у нас имеет свойство заветриваться. Поэтому я постараюсь картофель нарезать вот такими тоже кубиками. Вот. Вот такими. Ну вот, сейчас вы увидите, какими кубиками я нарезаю. Давайте посмотрим. Ну вот, такими кубиками. Приблизительно так же я и мясо нарезала. И отправляем его сюда же. Значит, картофеля у меня здесь 300 граммов. 300. 250 фарша и 300 граммов у меня картофеля. Ну, дорогие друзья, вы можете сами варьировать. Вы можете сами, если вы любите больше картофеля, значит, ну, положите больше картофеля. Любите больше мяса, значит, положите больше мяса. Вот так. Но мы сюда фарш не кладем. Видите, мы кладем сюда нарезанное мясо. Ну, считаем, что кусочками все-таки будет вкуснее. Такими же вот кубиками нарезаем. Так. И последняя порция. Так. Все. Нужно будет нам еще сюда что сделать? Посолить обязательно, конечно. Ну, здесь вот, посмотрите, у меня где-то, ну, чайная ложка. Но я так без особого этого прямо сильно не буду. Немножко возьму черного перца. Вот еще вот так. Вот таким образом. Теперь мне нужно будет сюда еще нарезать лук. Но лук я мешать сюда не буду. Это имеет большое принципиальное значение. Тоже кубиками? Да. Мелким вот таким кубиком лук я нарезу. Не буду лукодавку доставать, потому что мне нужно небольшими кусочками. Вот так. Обращаю еще раз ваше внимание, что я лук вместе с картофелем и с мясом смешивать не буду. Это мне нужно будет сделать потом. Потом скажете почему. Да. Вот таким образом. Ну, отправляем сюда этот лук. Вот так. Я считаю, что это у меня одна большая луковица. Ой, тут что-то не нарезалось. Вот так. Мне нужно теперь помидоры. Один помидор нужен. Но так как у меня нет крупных помидоров, я решила взять вот эти черри. Ну, черри, да, вот такими тоже мелкими кубиками я нарежу. Угу. Помидоры я тоже не буду. Я отдельно нарежу и сохраню до лучших времен. В отдельной вот чашке. Да, в отдельной чашке. Вы потом увидите, почему я это делаю. Это имеет принципиальное значение. Кто-то из подписчиков спрашивал, хорош ли вот этот нож. Я купила этот нож в этом, в наборе. Дело в том, что... Охот. Да, он не очень хорош в том плане. Он режет неплохо, конечно. Удобен в руках. Но я имела неосторожность когда-то взять и мясо рубануть. И что вы думаете, у меня лезвие от вот этой ручки все оторвалось. Это был большой самый нож. С тех пор я, конечно, ничего больше не рублю. Я только нарезаю. Ну, нарезать можно. И кто-то из подписчиков говорит, хочу купить такой набор, но не знаю, как он будет в этом, ну, в деле, в работе. Поэтому я, конечно, хотите купите, но рубить ничего не рубите. Это однозначно. Почему? Потому что я потом обращалась к мужчинам, к мастерам, с просьбой, значит, ручку снова поставить, лезвие, вернее, в ручку на место. Мне ответили, что это невозможно. Вот. Но у меня есть еще один большой нож. Тот, по-моему, конечно, намного прочнее сделан. Да и потом, зачем мне рубить мясо этим ножом? Я потом сама уже думаю, если у меня есть кухонный, кухонный такой топорик. Так, давай мы сейчас так перегрузим сюда. Вот. Теперь что мне нужно? Чеснок мне нужно. Так. Я особо... Ой, не буду усердствовать. Так. Как получится, так и нарежу. Вот такими кусочками. Это мы тоже потом погрузим. Наш горшочек. А что за горшочек? Скоро вы увидите. Скоро я удовлетворю ваше любопытство. Видите, когда у меня мало чеснока и лука, я не прибегаю к моей машинке, которая... Ну, зачем лишнее мыть потом, когда можно вот так все сделать. Все, ага. Все, я считаю, это готово. Все. Ну, может быть, тестом уже займемся? Да? Друзья, вот все я почти нашинковала. Теперь снова вернулась к нашему тесту. Оно у меня отдохнуло. И вот посмотрите, оно мягкое-мягкое. Вот такое. Не прилипает из-за масла. И я хочу это тесто сейчас разделить ровно на три части. Посмотрите, что я сейчас сделаю. Ну, на глаз, конечно, это будет у меня. На глаз. Вот таким образом. Угу. По-моему, так. Смотрите дальше, что я буду делать. Где пакетик? Пакетик. А вот я туда убрала. Вот. Смотрите, какой фокус. Я сейчас от каждого кусочка отрежу где-то, ну, скажем, ну, вот такую одну, шестую, седьмую часть. Вот так. Спрячу сюда, в пакет. От этого тоже кусочка отрежу. Мы уже делали это блюдо. Нам оно очень понравилось, конечно. Необычное блюдо. И как-то хочется иногда семью побаловать необычными вкусностями. Для гостей приготовить. Да, и для гостей, конечно, конечно. Давайте я пока временно сюда это тесто тоже вот так помещу, чтобы оно у меня не заветрилось. Вот так от воздуха его освободим. Что я сейчас буду делать? Посмотрите. Сейчас вот такой шарик. Я достаю скалочку. Ну, вообще-то могу маленькую скалку. У меня две скалки. Вот эту пойдет. Я должна, вот этот кусочек первый, должна раскатать тонко. Мукой не обваливаю, потому что тесто очень хорошо, да, поддается и не липнет. Нужно раскатать буквально где-то миллиметра два-три толщиной. Так, друзья, вот мы, значит, раскатали одну лепешку. Дальше нам понадобится, посмотрите, лепешку. Вот какого размера нужно? Я взяла вот эту чашечку. Посмотрите, вот она у меня. Чашечка, да? Лепешку я постаралась раскатать приблизительно размером. Эта лепешка в диаметре, как два диаметра этой чашки. Вот, посмотрите. Одна, две. Ну, это приблизительно. Хотите, можете чуть меньше, конечно, раскатать. Что я буду делать дальше? Для того, чтобы раскатать, чуть-чуть мне, конечно, пришлось мукой присыпать. Я опускаю эту лепешку вот сюда, в чашку. И постараюсь ее туда, ну, что ли, погрузить прямо. Вот таким образом, да? Вот так. Ну, это нужно очень аккуратненько сделать. Погрузить, да. Что я сейчас сделаю? Ой, я должна помешать. Помешать. Вот у меня, вы помните, фарш, значит, с картофелем. Тут соль, черный перец. Кто любит, может черный перец еще добавить, да? Вот. Ну, надо, конечно, зрительно, так как у меня три таких лепешки будет, зрительно поделить на три части. Ну, я вот так и сделаю. Так. Чуть-чуть еще. Я считаю, что этого достаточно. Сюда я должна, теперь, смотрите, что сделать. Я должна лук... Третью часть. Третью часть тоже сюда. Ну, по всей поверхности распределим, чтобы... Вот так. Третья часть? Угу. Третья часть. Третья часть чеснока. Вот тоже, по-моему, третья часть. Вот так. Ну, конечно, некоторые могут сказать, хозяйки, ой, сколько заморочек. Но, вы знаете, нет, это не очень долго. Сюда же помидоры сверху. И тоже третью часть, конечно. Ну, вот я считаю, что это третья часть. Так. Так, теперь сюда же нужно мне вот это заготовленное масло. Вот третью часть тоже вот так опустить. Не надо растапливать это масло. Пусть вот так. Чуть-чуть еще добавлю. Вот таким образом. Смотрите дальше, что я буду делать. Сейчас я накрываю это все дело. Вот таким образом, да. Так, так, так. Сейчас, минутку. Сюда. Вот так. Так. Сюда. Побольше прям. Ага. Сюда. И вот так сюда. Ну, вот. Вот, все, укутала. Укутала этот фарш. Теперь я достаю. Вот таким образом. Видите, у меня получилась форма вот этой чашки. Что я сейчас сделаю? Я сейчас вот сюда. У меня приготовлен противень, застеленный вот такой бумагой. Вот таким образом. Вот. И помните, я от каждой части теста отрывала маленький кусочек. Для чего я это делала? Я сейчас один из кусочков достала. Раскатаю вот такой жгутик. Ну, это, конечно, нужно делать очень аккуратненько. Масло эластичное тестовое. Да. Пипку оставь. Так. Обязательно я в конце отрежу пипку. Теперь что нужно? Скрутить, да? Скрутить этот жгутик, чтобы он у нас красивый такой получился. Вот так. Вот так. Вот так. И посмотрите, что я хвостик отрежу. Ну, наверное, уже многие догадались, для чего я это делала. Скрученный жгутик я хочу уложить вот сюда. Вот таким образом. Соединяю. Вот так. Ну, подправляю кое-где. Вот таким образом. Так. И сейчас маленькую вот такую пипочку сделаю сюда. Ну, горшочек напоминает вам? Горшочек. Вот таким же образом. Да. Я сделаю таким образом все остальные. Когда я сделаю, я вам покажу. Что я вам еще хочу сказать? У меня вот здесь желток одного яйца. Я молочко сюда налила. Мне нужно будет, когда все эти горшочки будут у меня готовы, перед тем, как поставить в духовку, я должна смазать это дело. Так. Ну, разрешите, я займусь остальными горшочками. Потом покажем. Потом покажем вам, да. Друзья, наступил последний этап приготовления наших горшочков. Мне сейчас предстоит вот желток с молоком. Это все хорошенечко смазать, чтобы изделия наши получились красивые. Ну вот, похоже на горшочек. Похоже. И поставим в духовку где-то при 180 градусах, рекомендуют, на целый час. Но, опять-таки, хочу заметить, что у всех духовка разная. Поэтому, вот у меня, например, при газовой плите духовка, она слабоватая. Я хлеб даже пеку при 200 градусах. Вот. Хотя, все рекомендуют 180 градусов. Вот так вот обильно смажу. Так, все, друзья, духовку готовлю к приему наших горшочков. Вот время я выставляю где-то, давайте я выставлю на 50 минут. Вот, и включаем сейчас 220. Ну-ка, резко, резко нужно, резко. Подожди, я вытащу все, постой-то. А, оттуда. О, включилась, да? На сколько? Вот, 200 градусов, ну, давайте чуть больше я сделаю, вот так. Нагреется. Сейчас, быстро духовка, кстати, у меня нагревается. И мы поставим наши горшочки. Наши горшочки готовы. Духовка наша готова. Она нагрелась. И я сейчас ставлю наши горшочки. О, нагрелась, как духовка, хорошо. Вот так. Время выставлено, температура выставлена. Ждем. Друзья, духовка моя выключилась. Я сейчас вот попытаюсь достать, показать, что получилось из наших горшочков. Так. Жар такой. Да, очень жарко. Поставим вот сюда. Вот. Продолжает еще жариться. Ой-ой. Сейчас спим. Вот что получилось. Остынет. Мы потом вам покажем, что мы будем делать дальше. Надо, чтобы чуть-чуть остыло. Так. Друзья, вот мы один наш горшочек отделили. Посмотрите, что нужно дальше сделать. Нужно дальше. Вот это горячее, поэтому я вот взяла эту вилку. Нужно вот эту крышечку, вот таким образом. Вот так срезать аккуратненько. Горячо. Вот так срежем. Повернем. Вот так срежем. И покажем вам, что у нас получилось. Все. Вот так. О-о-о. Пар идет. Вот, посмотрите. Вот. Это все сварилось уже давным-давно. Сейчас, конечно, столько времени. Картоска своя мягкая. Теперь мясо. Вкусно, да, сварилось все. Вот, посмотрите. Масло все, конечно, оно растаяло, и все обволокло то, что вот тут содержимое. И вкусно. Ну, конечно, каждый день каждая хозяйка не будет так заморачиваться. Но когда гостей пригласить, чтобы удивить гостей, можно потрудиться вот это сделать. И вот это вместо хлеба, да, можно? Вот это, да. Вот так. Вы можете вот таким образом повернуть. Видите, как красиво. Вот, пожалуйста, посмотрите. Держится, видите, крышка. Вот так прикрыть. Вот так. Можно хозяйке на кухне вот так разрезать вот это. И гостям вот так уже с разрезанной крышкой подать. Гостю останется только вот таким образом повернуть. И можно вот так откусывать и кушать. В местах хлеба. Итак, наши горшочки готовы. Я думаю, что вам понравилось блюдо, конечно. Но повозиться каждой хозяйке придется. Итак, мы сейчас будем обедать. Приятного аппетита нам. Вам приятного просмотра. Пока-пока. До свидания. Пишите, подписывайтесь. Всё.